Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной ВГУСК новостей. Сегодня в эфире очередные кандидаты в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западная Армения. Генсек ОДКБ призывает прекратить эскалацию напряженности на армяно-азербайджанской границе. Трамп выдвинул советника по делам России в Госдепе на пост посла в Армении. Соглашение Путина и Эрдогана может и не гарантировать безопасность и стабильность Идлиба. Сирия. Опубликовано видеоинсценировки химатаки белыми касками для дисквитации Дамаска. Во время военного парада в Иране произошел теракт. Главы МИД Российской Федерации Турции и Ирана проведут встречу по Сирии на генансамблее ООН. Картины Тиграна Джеготияна в галерее современного искусства в Санмуле. Арам Григорян родился в 1990 году на территории Западной Армении. Является гражданином Республики Западная Армения. Желает служить истинным законам и правам своего народа. Армен Геваркян родился в 1971 году. Окончил Ереванский политехнический институт. По специальности инженер-электромеханик. В 1991 году был избран депутатом городского собрания Еревана, участник карабахского движения. Геварк Демерчан родился в 1964 году в Дамаске. Жил в Ливане определенное время по рабочим обстоятельствам, позже вернулся в Сирию. С молодых лет занимается активной деятельностью, тем самым доказывая свой патриотизм и готовность. Нерсес Оде Мисс родился в 2000 году в Марселе. Желает распространять права и обязанности своего народа. Выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западная Армения началось 1 февраля этого года. И состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. В Национальное собрание Республики Западная Армения парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров призывает прекратить эскалацию напряженности на армяно-азербайджанской границе. Выражаем серьезную озабоченность в связи с участившимися в последнее время случаями обстрела армяно-азербайджанской государственной границы, а также расположенных вдоль нее приграничных населенных пунктов и гражданских объектов Республики Армения, которые привели к человеческим жертвам, говорится в заявлении Хачатурова. Текст заявления опубликован на сайте ОДКБ. В ОДКБ убеждены, что воинственная риторика ведет к новому витку напряженности обстановки и подрывает усилия Минской группы ОБСЕ. Принимая во внимание информацию постоянного и полномочного представителя Республики Армения при ОДКБ, представленную в ходе заседания Постоянного совета 21 сентября, призываем к прекращению обстрелов и эскалации напряженности в зоне ответственности ОДКБ с целью недопущения нарастания угрозы безопасности государства члена ОДКБ Республики Армения, отметил генсек ОДКБ. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Лин Трейси на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Армении, сообщается на официальном сайте Белого дома. Трейси – карьерный дипломат, в настоящее время занимает пост старшего советника по делам России в Госдепартаменте. До этого работала заместителем посла США в России, Туркмении и Казахстане, первым заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии. Также Лин Трейси служила в консульстве США в Пешаваре в Пакистане, владеет русским языком. Кандидатуру нового посла в Армении должен утвердить Сенат США. Когда состоится голосование в Сенате, пока неизвестно. Видеозапись инсценировки химической атаки организации «Белые каски» в Идлибе Сирийской Арабской Республики опубликована в сети интернет. Об этом сообщает САНА. Издание указывает, что эти действия были предприняты для дискредитации официального Дамаска, обвинения сирийских властей в применении химического оружия. В свою очередь, голословные обвинения служат поводом для актов военной агрессии коалиции США против Сирии. Следует отметить, что представленные записи содержат очевидные нестыковки. Некоторые люди выступают в нескольких ролях, например, жертв химической атаки и парамедиков. Необъяснимым образом меняются и другие детали. На данный момент ролика нет в открытом доступе. Вероятнее всего, западные СМИ пытаются скрыть многочисленные просчеты его авторов. Министерство обороны России неоднократно предупреждало, что в Идлибе готовятся провокации с якобы применением химического оружия для дискредитации законных властей Сирии. Аналитики Stratfor считают, что соглашение, достигнутое между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом в Сочи, целью которого является урегулирование ситуации в сирийском Идлибе, не может обеспечить безопасность и стабильность в этом районе. В статье отмечается, что разоружать джихадистов в Идлибе нелегко, добавив, что, согласно данным компаний, Дамаск и Тегеран не очень довольны соглашением Путина и Эрдогана. Авторы статьи не исключают, что сирийские власти могут прибегнуть к провокациям с помощью Ирана, чтобы ослабить турецко-российскую сделку. Несколько человек убитых, еще по меньшей мере 20, получили ранение в результате теракта на военном параде в городе Ахвас на юге Ирана, как сообщает пресс-ТВ среди пострадавших женщины и ребенок. Неизвестные боевики в течение 10 минут стреляли по людям во время парада. По сообщениям очевидцев, они открыли огонь из парка неподалеку. Стрелявшие были одеты в военную форму, передает BBC. Государственная телерадиокомпания «Голос Исламской Республики Иран» назвала напавших террористами такферитами, передает агентство Мехар. Этот термин употребляется иранскими властями в отношении членов группировки ИГИЛ, напоминает канал Аль-Джазира. «Что нужно сделать с Сирией, так это полностью обеспечить перемирие и сконцентрироваться на политическом урегулировании. В Нью-Йорке мы с российскими и иранскими партнерами на полях Генансамблеи ООН проведем трехстороннюю встречу по Сирии», сказал Чавушуглу в ходе визита с Суринам. Его цитирует агентство Анадулу. Договоренность о создании России, Ираном и Турцией как гарантами перемирия в Сирии, трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в Сирии, была достигнута на переговорах в Астане в начале 2017 года. В Стамбульской галерее современного искусства будут показаны работы армянского художника, упрошивающего в Нью-Йорке Тиграна Дидоктяна. Он сообщил об этом на своей странице в Инстаграме. Дидоктян отметил, что выставка, которая началась 20 сентября, продлится до 23 числа этого месяца. В первый раз в Стамбуле работы художника были показаны в 2016 году. Отметим, что Тигран, получивший такую большую популярность благодаря своим крайне естественным женским портретам, родился в Ереване. Начал рисовать с 5 лет. Первая личная выставка была в возрасте 10 лет, по предложению Генрика Игитяна, который выставляет свои работы также в Испании, России, Японии и США. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию танец Мартакан в исполнении танцевального ансамбля «Сасун». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром!